Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. С вами Перри Стоун, приветствую вас на фестивале Манны. Я стою на балконе отеля с видом на Иерусалим. Мы приехали сюда с группой партнеров и отлично проводим время. Перед поездкой мне попалось на глаза слово, которое я нацарапал на листке бумаги. Я понял, что оно очень актуально и многим пригодится. Я знаю, это поможет очень многим. Сегодня хочу поговорить с вами на тему, когда Бог вынуждает вас ждать. За основу я возьму один из стихов Писания. Сейчас вы увидите его на экране. Итак, тема «Когда Бог вынуждает вас ждать». Книга Даниила, 10 глава, 1 стих. В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силой. В английском переводе «назначенный срок был долгим». Он понял это откровение и уразумел это видение. Когда я это читал, меня поразили слова «назначенный срок был долгим». Я начал вспоминать не только свою жизнь, но и жизнь своих знакомых, включая партнеров нашего служения, за почти 42 года служения полного времени, ведь я начал проповедовать, будучи 16-летним подростком. Люди часто говорят, «Я так долго молился за эту ситуацию, но ничего не произошло». Либо люди находили в Библии обещание и верили Ему, но ничего не происходило. У кого-то была нужда в обеспечении, или же люди верили, что Бог даст им определенный доход, чтобы заплатить за жилье или покрыть другие расходы, но ничего не менялось. Первая наша мысль — когда мы за что-то молимся, но не получаем ответ, Бог нас не услышал, но это не так. Даниил три недели молился о понимании. Если изучить 10 главу, вы увидите, что он постился долгих три недели. Он искал понимание, но срок был долгим. Он ждал три недели, пока Бог даст понимание, видение и сна. Даниилу противостал очень сильный дух из-под небеси, дух князя царства Персидского, который свергнул власть Вавилона. Срок был долгим, но ответ все же пришел. Но я делаю акцент на том, что когда мы ждем чего-то от Бога, могут быть задержки. Хочу привести в пример трех героев из Библии, которые столкнулись с необычайным промедлением в исполнении данного Богом обещания. Затем я объясню, почему Бог задержал свой ответ. Я раскрою причину промедления с ответом, которую человек даже не осознавал. Первым человеком, о котором я расскажу, будет юноша по имени Иосиф. В 17 лет ему приснились два необыкновенных сна. Отец Иосифа истолковал эти сны так. «Однажды твои братья поклонятся тебе». Но он выразил это в виде вопроса. «Ты что, думаешь, что твои братья однажды склонятся перед тобой?» Иосиф сохранил этот сон в своем сердце. Его отец, который тоже видел различные видения, например, о борьбе с ангелом, истолковал сон правильно, но сразу забыл о нем. Братья завидовали Иосифу. Проходившая мимо группа измельтян забрала Иосифа из ямы, куда его сбросили братья. Те сняли с него красивую разноцветную одежду, шитую отцом, испачкали ее кровью козла и продали Иосифа группе измельтян, которые шли в Египет. Дома братья сказали отцу, что Иосифа убили. На самом деле Иосиф оказался в Египте. Он стал рабом, которого купил человек по имени Патифар, средворец фараон. Я совершенно не представляю, как выглядела жена Патифара. Однако по священным иудейским текстам знаю, что Иосиф был настолько красив, что женщины, которые нарезали цитроны, увидев Иосифа, все до единой порезали себе пальцем. Они настолько засмотрелись на его красоту, что порезали себе пальцы. До того это был красивый юноша. Когда Иосиф работал неподалеку от жены Патифара, она не могла сдержаться и сходила с ума от его красоты. Вы помните, что она ложно обвинила его в насилии, и он оказался в тюрьме. Что делать со снами, которые дал вам Бог, когда ничего не сбывается? Более того. Ситуация развивается в противоположную сторону, когда вы ждете от Бога совсем другого. Иосиф оказался рабом вдалеке от любящего отца. Он не может вернуться домой. А теперь он сел в тюрьму на 13 лет. Так вот вам вопрос. Зачем Богу нужно было ждать 13 лет, прежде чем позволить Иосифу выйти из тюрьмы и предстать перед фараоном? Пожалуйста, слушайте внимательно, и вскоре вы все узнаете. Итак, фараону приснился сон о семи тучных и семи тощих коровах. Семи годах изобилия и семи годах голода. Иосиф истолковал этот сон и рассказал, что впереди семь лет голода, которым нужно подготовиться. Тогда фараон назначил Иосифа ответственным за сбор зерна на семь лет. Иосифу было 17, когда он попал в Египет. Затем 13 лет в тюрьме и затем 7 лет сбора зерна. Наступил голод. Израиль еще не был страной, однако была семья Иакова, его сыновья и дочери. Израиль называли землей обетованной. Ханаан. Однако голод был настолько свирепым, что сыновья Иакова отправились в Египет купить зерна у Иосифа. Вы поняли, что я просто пересказал вам историю, которую вы слышали в библейской школе. Но вот самое главное. Все эти годы Бог ждал. 13 лет в тюрьме и 7 лет подготовки к голоду. Бог ждал больше 20 лет, прежде чем привезти братьев в Египет. И вот в чем причина. В книге Бытия Бог дал Аврааму пророчество. Авраам, Исаак, Иаков и его сыновья — это 4 поколения. Бог сказал в Бытии 15 главе, 13 и 14 стихах, «Он сказал это Аврааму, «Знаю, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей и поработят их и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом». И вот на чем я хочу сделать акцент. Бог обещал привезти Израиль в Египет. Как заставить народ оставить свою землю и всей семьей пойти в другую страну? Ответ — голод. В Израиле не было еды. Еда была только в Египте. Вся семья пошла в Египет, чтобы исполнился 400-летний цикл событий, начиная от Авраама до того момента, «Когда Бог выведет народ Израиля из Египта». Другими словами, Бог ждал времени голода и использовал негативные обстоятельства, чтобы исполнить то пророчество, согласно которому 400 лет спустя 600 тысяч мужчин, не считая женщин и детей, покинут Египет. Некоторые ученые говорят, что в общей сложности в землю обетованную отправилось 2,5 миллиона человек. Бог сделал это, чтобы защитить народ от смерти. Другими словами, Божьи сроки для Иосифа кажутся устрашающими. Его бросили в ров, его оболгали, заключили в тюрьму, куда еще хуже. Но Бог допустил это время в тюрьме, чтобы сохранить Иосифа для назначенной ему судьбы. Не упустите этот момент. После смерти отца братья Иосифа вернулись в Египет, опасаясь, что брат убьет их. Однако перед смертью отец потребовал, чтобы Иосиф не причинял вреда братьям за их глупый, необдуманный поступок. Посмотрите на реакцию Иосифа, «Когда братья вернулись, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Главной целью было сохранить жизнь всему народу. И вот что я скажу, прежде чем перейти к другим примерам. Мы порой считаем, что наши условия только ради нас. Но нет же, мы часть большой цепочки. Бог позволяет нам проходить какие-то события, не только чтобы выстроить в нас характер. Он позволяет нам проходить эти события, чтобы мы могли научить и других, говоря им. Я пережил это. Я пример того, что Бог может провести и вас. Но теперь перейдем ко второму примеру. Ожидание Авраама. «Когда Аврааму было 75 лет, Бог сказал ему, «А выходи из земли халдеев и иди в землю обетованную. Я дам тебе сына». Авраам взял свою жену Сару и пришел в землю обетованную. Однако там царил голод, поэтому они пошли в Египет. Позже, вместе со служанкой Агарь, они вернулись в землю обетованную. 86 лет, то есть 11 лет спустя. У Авраама так и не было сына. Прошло 24 года, прежде чем у Сары родился Исаак. Саре было уже 90, а Аврааму почти 100. Вопрос, почему Бог не позволил им родить сына сразу, когда Саре было 65, а Аврааму 75? Бог ждал, пока Саре исполнится 90, а Аврааму почти 100 лет. Есть местописание, которое называет причину такого промедления. Далее мы поговорим о том, что делать, когда Бог вынуждает ждать. Вы во что-то верите, но этого не происходит. Вы ждете недели, месяцы и годы. Когда же это произойдет? Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенно у женщин, у Сары прекратилось. Она вышла из детородного возраста. Это Бытие 18 глава, 11 стих, в расширенном переводе. О послании к римлянам, 4 главе, 19 стихе, об Аврааме сказано так. Он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и у труба Сарина в омертвении. Конечно же, он стоял в вере и воздавал Богу славу. Что я хочу этим сказать? Бог ждал, когда Сара биологически уже не могла бы родить ребенка, чтобы это было невозможно. Она была в преклонном возрасте, ее у труба была мертва. Только тогда Бог дал ей сыну. Точно так же государство Израиль чудесным образом родилось на месте запустения. Многие женщины Ветхого Завета не могли иметь детей, но чудесным образом родили. Бог дарит. Такое чудесное рождение, как знак его способности делать невозможное. Бог поступил так с Сарой и Авраамом, зная, что однажды зачнет и девственница, что с биологической и медицинской точки зрения невозможно. И родит Мессию, которого назовут Эммануил. Бог задерживал рождение сына Авраама и Сары, пока оно стало невозможным, чтобы они знали, что это сделал Бог. И вот что я добавлю. Порой Господь задерживает что-то настолько, что люди уже не в силах что-то сделать. Тогда им понятно, что чудо совершил и устроил именно Бог. Третий пример тоже очень интересный. Это ожидание Моисея. Слушайте внимательно. Моисей был младенцем в корзинке, которого нашла в тростнике дочь фараона. Она воспитала его как собственного сына. Моисей жил в Египте во дворце фараона 40 лет. Библия рассказывает, что однажды Моисей убил египтянина, который бил еврея. На следующий день, увидев Моисея, евреи сказали, «Это тот человек, который вчера убил египтянина». Узнав об этом, египтяне разозлились на Моисея. Они решили арестовать его и, возможно, убить. Моисей сбежал из Египта, пошел в Мадиамскую пустыню и стал пасти овец священника по имени Иофор. Он женился на его дочери и прожил там 40 лет. Я в служении уже 42 года и могу представить, что значит прожить 40 лет в пустыне. Теперь Моисею 80. Бог мог бы призвать Моисея освободить народ в 40 лет, пока тот еще был в Египте. Но Бог посылает его в пустыню не на 10 и не на 20, а на 40 лет. Теперь вопрос. Мне нравится задавать вам вопросы. Я знаю, что вы не можете мне ответить, потому что сидите у себя дома, а я стою на балконе отеля в Иерусалиме. Мне просто нравится вас спрашивать. Итак, вопрос. Почему Бог ждал еще 40 лет, прежде чем призвал Моисея попросить фараона отпустить его народ? Подумайте и догадайтесь, даже не открывая Библию. Если вы не догадались, я прочту вам из Библии ответ. Открыв книгу Исход, 4 главу, 19 стих, мы можем прочитать. «И сказал Господь Моисею в земле Модиамской, пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твои». Вы слышали? Всего один стих все объясняет. «Прежде чем вернуть Моисея в Египет, Богу пришлось ждать того времени, когда все знавшие, что тот убил египтянина, умрут». Все умерли. Никто не помнит эту историю. Никто не помнит об убийстве. Бог ждал, прежде чем послать Моисея в Египет, чтобы его не арестовали, а за убийство египтянина. Пока все, кто знал об этом, не умерли. Интересно, что всего один стих объясняет такое длительное промедление. Мы могли бы поговорить и о других героях Библии, но обсудим, почему вам приходится ждать. В вашей жизни есть три уровня времени. Я называю эти три уровня «идеальное время», «хорошее время» и «неверное время». «Идеальное время» значит то, что нужно совершается так, как нужно, и в нужное время. «Хорошее время» значит думать хорошо и делать хорошо в хорошее для этого время. «Неверное время», когда не то, что нужно, происходит не так, как нужно, не там и не с теми людьми. Вам нужно помнить, что ваши сроки — это не Божьи сроки. Библия говорит, пути Бога не ваши пути, его пути выше ваших. Вы теряете терпение и думаете, «Бог, если ты не поможешь, я останусь старой девой и никогда не выйду замуж». И срочно вы ходите замуж за первого встречного лишь потому, что он вам симпатичен, а через полгода разводитесь, потому что не дождались того, кого дает Бог. Вы променяли его на меньшее. Жаль, что со мной нет живой аудитории. Однажды Джонсон Франклин сказал в своей проповеди, что все ждут своего Ваоза. Помните, кто такой Ваоз? Он стал мужем Руфи, а вместо этого рядом с вами ленивый нос, жадный нос или глупый нос. Надеюсь, вы оценили юмор. Моя жена каталась по полу от смеха, когда услышала эту шутку. Теперь расскажу о самом себе. Господь слышимым голосом проговорил ко мне в три часа ночи на ночном молитвенном служении. Это было долгим служением и шло с 11 вечера до 6 утра. Господь сказал, «Фестиваль Манны». Это название твоей телепрограммы. У меня не было камеры, не было студии, я даже не знал, как делаются телепрограммы. Только 12 лет спустя, в 2000 году, мы начали транслировать нашу программу. Почему Бог ждал 12 лет? Во-первых, за это время мы нашли финансы, чтобы построить студию, и купить оборудование, необходимое для того, чтобы оставаться в сетке вещания, включая записывающие устройства, чтобы делать копии программы для телестанций. Во-вторых, за эти 12 лет Бог открыл двери основных сетей, которые поддерживали нас финансово. За это время я наладил прекрасные отношения с владельцами телестанций, поэтому, когда пришло время выйти в эфир, мы могли выбирать удобное для нас время вещания. Если бы я попытался действовать раньше времени, я бы оказался в долгах и, вероятно, закрыл бы программу. Я всегда говорю, если люди не будут помогать нам продолжать вещание, мне это тоже станет неинтересно. Бог знает, что я верю в это всем сердцем. У меня всегда было такое отношение. За 12 лет Бог подготовил нас, так что, когда мы заключили контракт и пришли на станции, аудитория уже нас знала. К чему я веду? У Бога все будет вовремя, если мы скажем, «Господь, пусть все будет в Твое время». Нет смысла укорять и форсировать события, чтобы все случилось поскорее». В 88-м и 89-м годах я увидел видение своей дочи. Она сказала, что ее зовут Аманда, и она будет моей дочкой. Она родилась только спустя 12 лет. Вскоре после этого видения моя жена забеременела и родила сына Джонатана. Мы недоумевали, почему у нас не родилась эта девочка. Она родилась через 12 лет. Кто-то говорил мне, «Вера без дел мертва, потому у вас и ушло на это 12 лет». Сейчас вы все поймете. Только не разлейте на себя кофе, когда будете смеяться. Вспоминая прошлое, я осознал, что, кроме всего прочего, Бог побудил меня основать фестиваль воинов и большое молодежное служение. Моя дочь не была бы в это время подростком, если бы родилась в 90-м году. Сегодня она подросток и молодежный лидер у подростков. Бог знал, что привлечет меня к служению под названием «фестиваль воинов». В 18-м году на трех наших фестивалях побывало 15 тысяч молодых людей. Я хочу вдохновить вас стихами, которые Господь дал мне много лет назад в моем служении. «Делая добро, да неунываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». И послание к евреям, 10-я глава. «Итак не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Терпеливо ждите Господа, не торопитесь, не форсируйте события и говорите «Бог, пусть все будет в твои сроки. Дай мне терпение, чтобы дождаться. Каждый день молитесь, да будет воля твоя». Надеюсь, это послание помогло вам и благословило. Мы уже рекламировали комментарии к Ветхому Завету, комментарии к 500 тысячам слов в Библии короля Иакова. Тысячи из вас их уже получили. Самый популярный запрос, «Вы еще будете высылать эти комментарии?» Я очень хотел продолжить это делать, но у меня не было возможности. Теперь, последующие несколько недель, мы продолжим рекламировать пророческую древнееврейскую учебную Библию Пэристоуна. Она полностью объясняет все библейские предсказания книг Даниила, Исаии, Иеремии и Захарии. В ней много исследований и разборов древнееврейских слов. В книге Даниила есть подробные пояснения ко многим словам, чтобы вы лучше понимали, что будет происходить в будущем. Есть заметки глубина Исаии. В этих примечаниях мы рассказываем что-то особенное. К примеру, есть заметка о том, что Мертвое море — это вероятное местонахождение будущего озера Огнина. Я укажу вам на очень странные предсказания в книге Исаии и сопоставлю их с самой низкой точкой на Земле — Мертвым морем. Многие из вас никогда этого не слышали? Вы узнаете все это, читая комментарии к Ветхому Завету. Это перевод короля Иакова. Вы можете заказать это предложение, позвонив по телефону, указанному на экране, посетив наш сайт или отправив почтой пожертвования в 160 долларов. Ваши даяния помогают нам продолжать трансляции фестиваля Манны по телевидению. Вам очень понравится информация, которую я собирал долгие годы и исследовал десятки тысяч часов. Я хочу, чтобы эта книга стала вашей. Это мое наследие. Если Господь придет или я отправлюсь на небеса, я хочу оставить вам комментарии к Ветхому и Новому Завету. Эта книга комментариев к Ветхому Завету уже доступна. Закажите ее. Сираж ограничен и не продается в книжных магазинах, поэтому у вас еще есть время. Благословения вам. Сидя здесь, я размышляю о комментариях к Ветхому Завету, которые мы выпустили, и хочу напомнить, что они основаны на древней еврейской пророческой информации из моих личных заметок. Однажды я смотрел на них и думал, что останется, когда я уйду из этой жизни? Поэтому мы составили из них комментарии. Я благодарен вам за все ваши теплые добрые письма. Мы действительно вложили много труда. В конце года мы завершаем график поездок. 25 и 26 октября мы едем в Хиккори, штат Северная Каролина, в Хиккори Метро Конференц Центр. Там пройдет служение пробуждения в регионах. 27-го я еду в город Ньютон, штат Северная Каролина, церковь Христос Живой. Далее с 8 по 10 ноября Западная Вирджиния и Христианская Академия Новая Жизнь. Отмечу, что вход на все наши собрания свободный. Да, мы проводим такие мероприятия, как фестиваль воинов и саммиты, где нужно регистрироваться. Мы делаем это, чтобы убедиться, что всем желающим хватит места. Мы заинтересованы в достижении большого числа людей и служении этим людям, чтобы их коснулся Дух Святой. Сейчас у нас проходят два мероприятия. Вечером во вторник служение в ОСИАЙ, которое транслируется в интернете. Информацию можно найти на нашем сайте. Люди, которые живут слишком далеко, могут посмотреть это служение и получить благословение Слова Божьего. Теперь о молитве. Мы верим, что есть воля Божия на то, чтобы церкви и христиане всего мира не просто научились молиться. Не говорите о молитве. Молитесь. Каждый четверг мы проводим молитвенное служение, которое транслируется в интернете. Вы можете присылать свои молитвенные просьбы, и за них помолятся сто человек. На днях произошло одно выдающееся событие. Одна женщина написала нам, что ее десятилетняя дочь приезжала на наш фестиваль воинов и была спасена. Чуть позже ей поставили диагноз рак. Ситуация была очень серьезной. Многие люди начали молиться и верить Богу. На очередном приеме врач не нашел у этой девочки никаких признаков рака. То же самое произошло с человеком, который приходит на наше собрание во вторник. У него была очень серьезная ситуация, однако он продолжал приходить, и мы молились за него. Врачи делали устрашающие прогнозы, но Бог коснулся этого человека. Я никогда не понимал, почему некоторые люди при разговоре об исцелении сразу же реагируют негативно. Я не знаю, в чем причина. Возможно, они недовольны жизнью, семьей, собой, или чем-то еще, но в них много негатива. Что касается исцеления, у моего отца был дар исцеления. Мы знаем 16 человек, которые за последние 8 лет служения моего отца, которого звали Фред Стоун, были исцелены от рака. Я знаю, что Бог целитель. Я знаю, что порой вы молитесь, но не видите результата. Но никогда не сдавайтесь. Не теряйте веры в то, что способен сделать Бог, и не переставайте молиться. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей молитве каждый четверг с 6 до 7 часов вечера. Мы уверены, что с молитвы начнется пробуждение последнего времени. Многие из вас знают, что два года назад Бог сказал нам идти на запад. Мы уже бронируем конференц-зал на следующий год, чтобы служиться в западной части США. К нам присоединятся многие племена из объединения Первой нации. Нам благоволят многие лидеры, и мы очень им за это благодарны. Да благословит всех вас Бог. Ваше наследие — это Дух Святой. Ваше наследие — Искупительный завет, который приготовил для вас Бог. Мы хотим поделиться с вами этим. Спасибо, что продолжаете молиться за нас. Заходите на наш сайт «Благословение вам», друзья мои. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...